Девушки отдыхают Здравствуйте! С вами телеканал ТНТ «Армавир» и информационная программа «Твои новости» в студии Марина Юрченко и мои коллеги с кратким обзором. 11 лет со дня образования краевой аварийно-спасательной службы «Кубань спас». Об их трудовых буднях расскажет Наталья Полякова. Один из лучших в крае педагогов дошкольного образования живет и работает в «Армавире». Стали известны итоги конкурса «Воспитатель года Кубани». Всего лауреатом встретился Марк Бугоец. 1 марта 2003 года была сформирована краевая аварийно-спасательная служба «Кубань спас». За 11 лет существования в ней сформировано 18 отрядов. Работает более тысячи человек. В России организации такого масштаба насчитываются единицы. В репортаже Натальи Поляковой речь пойдет об «Армавирском отряде». Около трех тысяч аварийно-спасательных работ проведено в крае за 2013 год. Более двум тысячам человек оказана помощь. Это результаты деятельности всей краевой службы «Кубань спас». Нармавирский отряд выпала участь произвести свыше двухсот аварийно-спасательных работ. Борьба со снежными заносами на трассе в конце января этого года, оказание помощи водителям в чрезвычайной ситуации – все это еще раз подтвердило высокий профессионализм наших спасателей. Хотя с таким стихийным бедствием служба за время своей работы еще не сталкивалась. Четверо суток ребята боролись с метелью, вызволяли людей из снежного плена, эвакуировали транспорт из сугробов. «В целом все отзывы о работе спасателей «Кубань спас» только положительные. Надо отдать должное, что за вот эти 11 лет практически не было ни одного случая травматизма в службе и не было гибели тех людей, которым мы оказывали помощь, что говорит о том, что в общем-то специалисты службы подготовлены достаточно серьезно». Каждый раз заступая на смену, эти люди не знают, что принесут им новые сутки. За 11 лет существования службы спасено множество жизней, разобраны тысячи завалов, ликвидированы последствия десятки тысяч аварий. Спасатели работают в самых разных условиях, поэтому среди них есть и квалифицированные водолазы, и дымогазозащитники. Но всех объединяет одно – желание спасти людей. Вячеслав «Кубань спас» работает уже почти 4 года и знает, что порой на счету бывает дорога каждая секунда, когда нужно спасти чью-то жизнь. В их работе ошибок быть не должно. «Аварийно-спасательный автомобиль уже находится в боевой готовности на посту, здесь именно на месте несения дежурства. Он подготавливается во время приемки сдачи смены, проверяется все оборудование, инструмент, заправка инструмента, работоспособность, все подключается, обязательно заводится, прогревается. У нас все главное, потому что если что-то случится с каким-то инструментом оборудования, то уже возникнут сложности по выполнению каких-либо определенных задач». Кроме как физическими упражнениями, спасатели занимаются и в учебно-методическом центре. Проверку знаний они проходят регулярно. Всего в армавирском отряде аварийно-спасательной службы «Кубань спас» работает 40 человек. Из них 33 именно спасатели. Под силу им 49 видов работ. Обслуживают армавирскую, новокубанскую и успенскую зоны, а также федеральную автодорогу «Кавказ». За одни сутки спасатели могут выехать чуть ли не на десятки вызовов. «Подобной такой службы именно в краевом масштабе в России, если есть, то очень-очень мало. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех сотрудников армавирского отряда и всех сотрудников «Кубань спас» с 11-летием службы. В принципе, мы, еще раз говорю, востребованы. Претензий к нашей работе нет. Ну и считаю, так держать и так работать». Наталья Полякова, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Открытая сессия Совета депутатов Прикубанского сельского поселения состоялась в Новокубанском районе. На заседание пригласили представителей ТОС. С места события Роман Габарец. Глава Прикубанского сельского поселения Александр Соловьев зачитал отчет о проделанной работе в 2013 году, а затем обозначил основные задачи на текущий период. «Увеличить доходы, увеличить активность КФХ поселений, развивать личное подсобное хозяйство, малое предпринимательство, ответственность заниматься воспитанием детей и молодежи, подготовиться и активно провести выборы главы и депутатов поселения. Это наши вопросы и нам их решать. От того, как мы их решим, зависит наш общий успех». Старосты поселков Прикубанского сельского поселения рассказали о достижениях и проблемах на закрепленных за ними участками. Перед собравшимися выступил глава района Роман Архипов. По его словам, в районе делается все возможное, чтобы улучшить жизнь людей в поселениях. «У нас большущий район, 86 тысяч населения. У нас 9 поселений. Из них есть крупные, есть маленькие, есть средние. В соответствии у каждого поселения свой бюджет. Сегодня 131-й федеральный закон трактует о том, что каждое поселение должно жить на те доходы, которые сегодня получаем. «На протяжении многих лет, столько я уже четвертый, пятый год работаю, мы отказываемся, муниципалитет отказывается в пользу поселений своей доли». К старожилам поселка Прикубанский обратился депутат законодательного собрания края Федор Булдужов. «Соберите всех стариков, а с вами пойдут молодежь. Наведите порядок вот здесь в парке. Пройдите как совет старейшин по улицам, постыдите этих людей, понимаете? Здесь не надо никаких материальных средств. Никаких материальных средств не надо». Сессия Совета депутатов показала, что представители ТОС, первые помощники власти в Прикубанском сельском поселении, они бьют в набат, когда необходима серьезная помощь сверху и стараются сами делать все возможное, чтобы организовать людей при решении многих других вопросов. По итогам заседания собравшиеся признали работу главы Прикубанского сельского поселения Александра Соловьева удовлетворительной. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. С 15 января по 30 марта в Армавирском отделе военного комиссариата проводится первоначальная постановка граждан 1997 года рождения на учет. Ежедневно медицинскую комиссию проходит около 35 человек. На ней побывала и наш корреспондент. До службы в армии этим 17-летним юношам как минимум еще год. А пока они пришли на первоначальную постановку на учет. Пройдя 8 врачи-специалистов, будущие солдаты получат заключение по категориям годности к военной службе. На сегодняшний день поставлено уже 595 человек. То есть первоначальная постановка у нас идет с 1 января до 1 апреля. В сроки мы укладываемся. Ребят, которые уклонялись бы, нет. Есть маленькие сдвижки. Это те погодные условия, которые повлияли у нас в конце января месяца. Поэтому неявки для постановки на воинский учет граждан, подлежащих постановке, у нас нет. Пока одни только мечтают о службе в армии, другие уже туда собираются в прямом смысле этого слова. 1 апреля начинается весенняя призывная кампания. 1094 человека уже прошли все комиссии. Отправке войска подлежат 178 будущих защитников Отечества. На сегодняшний день в основном, основная масса ребят, как осенью и весной прошлого года попали в Южный военный округ. За пределы округа поехали единицы. Это в Московский округ, это у нас были и ВДВ, и Морфлот ребята попали. Много в сухопутные войска ребят попали. Стоит отметить, что наблюдается тенденция перехода на контрактную службу. Это является одним из немаловажных вопросов отдела Армавирского военного комиссариата. В прошлом году на контрактную службу было направлено 115 человек, в этом уже 14. В основном все они остались в Южном федеральном округе. Наталья Полякова, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Человек со светлыми глазами, доброй улыбкой и ласковой фамилией. Ирине Малыш словно судьбой было написано стать воспитателем. А участие в крывом конкурсе только подтвердило правильность ее выбора. Об удивительной женщине расскажет Марк Бугаец. Семь дней. Не так уж много, но по детским меркам это целая вечность. Всю неделю не видели малыши любимую воспитательницу Ирину Геннадьевну. Это их первая встреча после разлуки. Очень соскучилась и хочу вернуться в свою группу, к своим детям и дальше продолжать работать с новыми силами, с новыми идеями, с новым блеском в глазах, я надеюсь. Ирина Малыш только что вернулась из Краснодара с конкурса «Воспитатель года Кубани-2014» и первым делом решила заглянуть к своим ребятам. Для этих малышей 4 и 5 лет она заменяет маму с 8 утра и до 5 вечера. Вышли мышки как-то раз, посмотреть, который час. Раз, два, три, четыре. Мышки дернули, загибся. После подвижной игры можно и передохнуть. Ребята угощают Ирину Геннадьевну. Еда за столом игрушечная и чай воображаемый. Зато детская любовь и забота самые настоящие, неподдельные. За два года, что Ирина Малыш работает воспитателем, она добилась значительных успехов. Две награды расположились рядом. Грамота за победу в городском конкурсе «Воспитатель года», а также диплом лауреата, который Ирина привезла из Краснодара. Очень дружелюбная атмосфера на конкурсе позволила мне раскрепоститься и показать то, что, в общем-то, и хотелось показать. Доброжелательные улыбки жюри и теплое отношение конкурсантов позволили чувствовать себя на конкурсе практически так, как дома. На 11-м краевом профессиональном конкурсе «Воспитатель года Кубани» Ирина вошла в шестерку лучших. Для победы не хватило совсем малого – нескольких баллов и немного опыта. Первое место взяла воспитательница со стажем из Краснодара. Зато в неофициальном зачете по количеству полученных баллов Ирина стала третьей. Очень много интересного и полезного я узнала для себя. Очень много интересных разработок, идей, замыслов, которые мы, в общем-то, сумели поделиться друг с другом, я имею в виду конкурсанток, и которые я привезла с собой, надеюсь, воплотить их в своей работе. Пожалуй, самым сложным стало испытание, где дело пришлось иметь с совершенно незнакомыми детьми. Своих конкурсных воспитанников Ирина впервые увидела уже во время задания, но не растерялась и быстро нашла с ними общий язык. Но теперь Ирина наконец-то вернулась к своим малышам. Конкурсы позади, новых в ближайшее время не предвидится, так что она может спокойно заниматься любимым делом. Марк Бугоец, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Продолжаем выпуск. Торговый центр «Оскар» совместно с друзьями поздравил армавирцев и гостей города с первым днем весны и масленицей. В честь праздника в «Оскаре» состоялась праздничная акция. Все ее подробности в следующем материале выпуска. Торговый центр «Оскар» зарекомендовал себя как комфортное современное место для семейного шопинга. Здесь можно приобрести практически все – от посуды до одежды, от тортов до фирменных часов. Ведь «Оскар» – это 15 отделов и магазинов всех необходимых товаров. А еще торговый центр – это акции, приуроченные к разным праздникам. Вот и 1 марта «Оскар» постарался и устроил для своих посетителей праздник с угощениями и подарками в честь начала весны и масленицы. Уважаемые армаверцы и гости города, торговый центр «Оскар» искренне от души поздравляет вас с первым днем весны, с праздником масленицы. Мы желаем вам добра и счастья. Мы всегда рады видеть вас в нашем торговом центре. В праздники также участвовала компания «Роял Армения», уже 15 лет представляющая на российском рынке кофе и кофейные напитки. Чтобы угодить пришедшим на праздник, постарались и повара. Полакомиться только что испеченными блинчиками с кофе могли все желающие. Вот и армаверка Алина Кутявина, пришедшая в «Оскар», не смогла устоять перед угощениями. В торговом центре «Оскара» я бываю довольно часто, потому что я здесь недалеко живу. Мне очень нравится красивый интерьер и набор магазинов тоже довольно-таки впечатляющий. И сегодня мне очень понравилась акция. Я, идя сюда, не ожидала увидеть здесь блины. Кофе компании «Роял Армения» также понравился пришедшим на праздник. Тем более, что каждый смог выбрать именно тот вкус, который ему ближе. Очень вкусно. Спасибо большое за праздник. Праздник Масленицы. И вот вы нам как бы устроили. Праздник очень вкусно. Веселье продлилось еще несколько часов и продолжилось уже на следующий день в воскресенье. Каких еще сюрпризов ждать от торгового центра «Оскар» покажет время. А посетить и сделать покупки здесь можно ежедневно. С 10 часов утра до 20.00. Дарья Топчева, Станиславчинский, служба новостей «Армавира». Новости православного календаря. Святая Четыридесятница или Великий пост началась в понедельник 3 марта. 40 дней и одну неделю в память о пребывании Иисуса Христа в пустыне после крещения верующие должны воздерживаться от употребления скоромных продуктов. Как объясняют духовный смысл поста священнослужителей, смотрите в следующем сюжете. Изменить свое отношение к жизни и ближним, сделать шаг по пути любви и взаимопонимания. Великий пост – повод не только для православных, но и тех, кто еще не определился, задуматься о жизни и, возможно, зайти в церковь. Самые глубокие тексты церковных богослужений часто читаются именно Великим постом. Их поэтика, их глубина, их величие настраивает любого человека на деятельность своего сердца, на внутреннюю деятельность, прежде всего, необходимую для внутренней нашей с вами перемены. По преданию, пост был установлен еще в древности первыми апостолами и был куда более строгим, чем сегодня. Верующие вплоть до третьего часа пополудни воздерживались даже от вкушения воды и употребляли только хлеб и овощи. Сегодня постная диета значительно смягчилась. Из рациона исключаются только мясные и молочные продукты, а также яйца. Но все же главным смыслом поста по-прежнему считается духовное обновление. Армавирцев – это тоже очень важный период. Мы всех армавирцев приглашаем сегодня в наши храмы, для того, чтобы почувствовать разницу между кипящей и бурлящей общественной жизнью и тихим богослужением, которое позволяет сосредоточиться на своем внутреннем мире. Пост продлится 47 дней и завершится Пасхой 20 апреля. Марк Бугоец, Станислав Чинский, Служба новостей Армавира. И в завершении выпуска еще одна информация. Сегодня магнитотерапия – один из наиболее щадящих и эффективных способов лечения различных заболеваний. Одним из представителей, занимающихся производством аппаратов альтернативной медицины в России, является Елатомский приборный завод. Где можно познакомиться с его продукцией в Армавире, вы узнаете из следующего материала. Ассортимент Елатомского приборного завода насчитывает около сотни различных наименований медицинских товаров. Аппарат «Алмак-01» в числе наиболее востребованных. Аппарат «Алмак-01» применяется при артритах, артрозах, остеохондрозах позвоночника, гипертонии, варикозе и при ряде других заболеваний. Под воздействием магнитного поля увеличивается кровоток в несколько раз. Благодаря этому продукты воспаления быстрее выводятся из организма, скорее рассасываются отеки и стихает боль. Усовершенствованный вариант «Алмак-01» – прибор «Алмак-02». Он позволяет лечить в комплексе различные заболевания. Под каждое заболевание есть программа, в которой заложена определенная магнитная индукция, глубина проникновения и направление магнитного поля. «Алмак-02» позволяет справиться с различными заболеваниями в списке показаний около 120 заболеваний, в числе которых – болезни суставов, сосудов, органов пищеварения. Настоящее спасение для мужчин, страдающих деликатными проблемами – аппарат «Мавит». Он показан при различных видах простатита и ректильной дисфункции. Медицинские аппараты сертифицированы и разрешены к применению Минздравом Российской Федерации. Ознакомиться с приборами и получить консультацию можно в аптеках сети «Адонис». Внимание! Только с 3 по 9 марта в аптеках «Адонис» проходит акция «Подари здоровье близким». На аппараты действуют скидки 2013 года. Все покупатели могут приобрести «Алмак-01» со скидкой 5%, «Алмак-02» со скидкой 8%. Адреса аптек вы видите на экране. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Редактор субтитров А.Семкин